Возлюбленные Все мы нуждаемся в том, чтобы нас ценили, чтобы нам были благодарны Если люди, которые значат для нас больше всего, удерживают свою благодарность Дух внутри нас засыхает и умирает И даже тело умирает Но услышьте меня, я не имею в виду, что вы должны начать благодарить и ценить тех, кто этого не заслуживает Это универсальная нужда человека, чтобы его ценили Таким Бог сотворил человека Обычно, если человека недооценивают Это производит в нем чувство отверженности, депрессию и жажду внимания Послушайте меня внимательно Нет ничего плохого в том, что человек нуждается, жаждет и получает внимание Что его ценят Этому учит нас Библия Мы находим в Библии необходимость человека об этих вещах Поэтому благодарить и ценить человека — это правильно Библия говорит «отдавайте всякому долное» Кому честь — честь Понятно, что, как и во всем, здесь тоже могут быть крайности Один датский философ однажды сказал Недостаток благодарности — это всегда признак человеческой слабости Не знаю, уловили ли вы смысл Я повторю Недостаток благодарности — это всегда признак человеческой слабости Лично я никогда не встречал сильного мужчину или сильную женщину, которые были бы неблагодарными Обычно, если человек сильный, то этот человек наполнен благодарностью По определению, самая сильная личность — это Бог Он больше всех остальных ценит своих детей Почему? Потому что, несмотря на то, что ему от нас абсолютно ничего не нужно Мы ничего для него не можем сделать Но он изливает на нас свою благодарность и свое почтение Писание повсюду Если вы начнете читать, вы увидите, что Бог не позволяет даже самой маленькой жертве Самой, казалось бы, незаметной жертве пройти незамеченной И не быть отмеченной его наградой Иисус сказал, что даже стакан холодной воды Я даже не знаю, сколько стоит стакан холодной воды Ее просто сюда поставили, вот и все Я вам благодарен за это И я хочу, чтобы вы знали, я ценю вашу заботу Я не знаю, сколько стоит стакан воды, но я уверен, это стоит недорого Но Иисус сказал, что когда вы подадите кому-то стакан воды Это не останется незамеченным Иисусом Даже за поданный стакан воды человек получит награду от Иисуса И даже когда человек начинает делать свои первые шаги в христианстве И начинает ходить с верой, Бог радуется и говорит Да, давай, иди к папочке Как мы радуемся и подбадриваем своих малышей Когда они начинают делать первые шаги Так и Бог говорит, молодец Первые шаги, я это ценю Продолжай и не сдавайся И Он благословит вас, чтобы вы могли сделать больше и больше шагов А потом вообще побежать Второе послание Коринфянам 9 глава 6 стих Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет А кто сеет щедро, тот щедро пожнет Павел обращается к обществу, которое занимается земледелем И эта аллегория для них очень даже понятная Они знают, что означает сеять и что означает собирать урожай И даже в наше время, если вы хоть немного занимались садоводством Вы понимаете эту концепцию Вы понимаете, что жатва напрямую зависит от того, как много вы посеяли Итак, Писание говорит нам, как влияет количество посеянного семени на то, какой будет жатва по количеству Сразу после этого Павел говорит о более глубоком уровне любви Божией к нам, которая соответствует тому, как щедро мы сеем Во-первых, сердце Бога по-особенному открыто к тем, кто сеет щедро и доброохотно Это седьмой стих И дальше говорится, что Бог обильно благословит щедро и доброохотно сеющего Это мы видим в стихах с 8 по 11 Но и в-третьих, Бог прославляется через таких щедро дающих и жертвующих с 11 по 13 стих И в-четвертых, Бог ответит на молитвы тех, кто столь щедро сеет Давайте посмотрим с вами 15 стих То есть буквально это означает, что сердце Бога по-особенному открывается для тех, кто щедро и радостно жертвует Я знаю, что в ваших Библиях сказано, доброохотно дающего любит Бог Но в греческом языке слово, которое у нас переведено как доброохотно Это даже не просто сеять с радостью На самом деле сердце человека при этом наполняет радость от того, что он может отдать, может пожертвовать Он испытывает от этого истинное удовольствие Вы выписываете чек и при этом ликуете Вас переполняет искренняя внутренняя радость, а не нервный тик Я знаю, что не все люди в этом хорошо разобрались Но Писание говорит вам, что у любви Божьей к нам есть различные уровни Бог любит свое творение Он любит всех И потом идет более глубокая любовь к тем, кто приходит к Нему Кто принимает Иисуса как своего Спасителя и Господа Это более глубокий уровень любви, чем та любовь, которой Он любит весь мир И все свое творение и все человечество, чем любовь к грешникам и к святым Это более глубокая любовь Я знаю, что некоторые жертвуют из чувства вины Кто-то жертвует только по принуждению Кто-то жертвует только тогда, когда их эмоциями манипулируют И они идут на поводу у этих людей, как овцы, которых куда погонят, их лже-пастыри Туда они и побегут Но Павел здесь говорит не о таких людях Он говорит о доброхотно дающих О тех, кто дает не из принуждения, а с радостным сердцем Доброхотно дающий всегда сеет с радостью Он делает это систематично и последовательно И поэтому Павел говорит, что в сердце Бога есть особое место для таких доброхотно дающих Я уже сказал вам, что Бог любит свое творение Он любит человечество Но Его любовь еще более глубока к тем, кто является Его детьми В Евангелии от Иоанна 16, главе 27 стихе Иисус говорит, ибо Сам Отец любит вас Это особая любовь к Его детям Потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я ишел от Бога Он любит все человечество И Он возлюбил своих еще более глубоко Гораздо глубже И затем Он любит доброхотно дающего Для тех, кто старается уподобляться Ему У Него есть совершенно уникальная Особая любовь Потому что Сам Он доброхотно дающий Он щедрый Бог Он дает нам что-либо не по принуждению Но из любви к нам Поэтому доброхотно дающий человек подражает этим Богу Бог самый щедрый из всех И Он самый доброхотно дающий Он всегда дает и испытывает при этом радость Поэтому таких людей Он осыпает проявлениями своей любви Показывая, как сильно Он их ценит Я знаю, звучит умопомрачительно Я знаю, как много значит для нас Чтобы наши самые близкие люди нас ценили Это значит для нас гораздо больше, чем Когда посторонний говорит нам спасибо за оказанную помощь Благодарность близких для нас гораздо важнее Я хочу, чтобы вы представили вместе со мной Что Сам Бог, Творец неба и земли Бог силы и могущества Выражает Свою глубочайшую благодарность вам лично Для меня нет ничего более прекрасного И нет ничего, чтобы так ободрял меня на жизненном пути Чем тот факт, что Всемогущий Бог ценит меня за то, Что я, в свою очередь, обильно воздаю Ему за Его благословение Для тех, кто радостно и доброхотно жертвует, У Бога в сердце есть особое место Итак, во-вторых, Бог благословляет Доброхотно дающего Это написано в 8 стихе Бог же силен обогатить вас Всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем Имея всякое довольство Были богаты на всякое доброе дело Во все времена и во всем Давайте прочитаем это еще раз Бог же силен обогатить вас Всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем Имея всякое довольство Были богаты на всякое доброе дело На всякое доброе дело Когда Бог говорит в Своем Слове На всякое дело Он имеет в виду На всякое доброе дело Я знаю, вы в курсе этого Мы знаем, что возможно жертвовать И при этом не любить Можно жертвовать, но при этом Вы не любите этого человека Или даже не знаете его лично Но невозможно любить И при этом не жертвовать Ваша любовь отображается в том, что вы отдаете Но когда Бог захотел показать нам Свою любовь Он отдал Он отдал все Только в небесах мы сможем понять То единство, которое существует Между Отцом и Сыном И что значило для Отца отдать своего Сына Если вы говорите «О, я так люблю Бога!» Но вы даете Ему лишь дырку от бублика Или только крохи с вашего стола То что же это за любовь? Вопрос такой Почему Бог желает благословить доброходно дающего? А мы видим в Писании, что именно таково намерение Бога Потому что это является доказательством того, что вы Его любите и доверяете Ему Вы верите, что тот, кто обеспечил вас в этом году И в следующий год будет вашим обеспечителем Поэтому Давид говорил «Я был молод и состарился, но не видел праведного оставленным и детей его, просящими хлеба» Многие из вас знают мою историю Я делился ею в своих книгах и с этой кафедры Даже когда меня рукоположили на служение Я еще не был доброходно дающим Пока Слово Божие не коснулось меня по-особому Я уже был рукоположен на служение Но все еще жил видением и неверую Я помню этот день как вчера Сорок лет назад Бог проговорил ко мне, когда я читал Его Слово Я прекрасно знаю, что мир никогда не поймет, что означает жить с верой Не ожидайте этого от мира Этого никогда не будет Мир скажет вам «Эй, да что ж такое ты делаешь?» Ты растрачиваешь свои ресурсы Ты в опасности Ты можешь потерять свою финансовую независимость Свои запасы Что ты делаешь? У тебя же не останется денег, чтобы восполнить свои нужды Откуда ты знаешь, что Бог в следующем году позаботится о тебе? А вдруг будет финансовый коллапс? Но Бог благословляет вас не в соответствии с тем, что происходит на Уолл-стрит Или с индексом Доу-Джонса Нет Но через то, что вы жертвуете верой Это отличается от ставок на фондовых биржах Когда вы доброхотно жертвуете Богу Вы будете иметь не меньше, но больше Принося Богу больше от своих первых плодов У вас всегда будет излишек Поскольку Бог любит доброхотно дающего Он обогатит вас всякою благодатью Бог любит и благословляет И глубоко ценит тех, кто, как и Он, доброхотно жертвует и отдает Тех, кто всем сердцем верит, что нет ничего невозможного с Богом Что с Богом возможно все Бог распространяет, растягивает ваши возможности и ваши ресурсы Я не только сам живу этим принципом Но и видел немало друзей, практикующих это в своей жизни Бог снова и снова наполняет все своей полнотой Наполняет все до избытка Я говорю о материальных благословениях Об исцелении Об отвеченных молитвах И о различных благословениях Служения И для этого нужно жить с верой, а не видением Я хочу Сделать вызов всем вам И молодым И пожилым Абсолютно всем Начните сегодня Жить с верой Все вы У Бога в сердце есть особое место Для доброхотно дающего Доброхотно дающего Он благословит И также Бог прославляется в жизни доброхотно дающего Когда другие люди благословлены вашей щедростью Через то, что вы доброхотно жертвуете Они за это прославят и восхвалят Бога Они за это почтят Бога А Бог в ответ на это почтит вас Правда, это удивительно Я сам со Среднего Востока И знаю, с кем имею дело, когда общаюсь с себе подобными Поразмышляйте над тем, что я сказал О том, что Бог вас почтит за это Давайте рассмотрим 12-13 стихи Мы в нашей культуре привыкли грести все под себя Ублажать самих себя В нашей стране немало людей Которые хотят, чтобы правительство дало им все А они взамен ничего Другие хотят отобрать счастье тех, кто усердно трудится, чтобы отдать тем, кто мог бы работать, но отказывается Библия далека от такой алчности и ментальности, мы не все обязаны Библия остерегает нас, чтобы мы не были неблагодарными по жизни Библия не одобряет тех, кто совершенно не ценит Божью благодать Не пропустите то, что Павел говорит нам в 12-м стихе Благодаря вашей щедрости Получатели вашей щедрости будут славить за вас Бога Благодаря вашей щедрости люди увидят, что в вашей жизни то, что говорится в Евангелии, проявляется на деле Ваше служение и ваша жертвенность доказывает то, что вы действительно получили спасение и делаете это из благодарности Богу Не забывайте, что в данном контексте Павел говорит эти слова коринфянам Коринф в то время считался городом греха Коринф тогда это все равно, что современный Лас-Вегас Он был известен как город греха Теперь представьте Невероятную радость Удивительную и невероятную благодарность Нуждающихся верующих в Иерусалиме Когда они услышали, что эта щедрость оказана им теми Кто получил спасение в городе греха Как? В городе греха тоже есть христиане? Представьте, насколько они удивились и обрадовались Как они начали ликовать пред Богом и молиться о коринфинах Представьте, как они прославляли Бога за то, что так явно спасенные из города греха Так явно подтвердили свое спасение У Бога в сердце есть особое место для доброходно дающих Бог жаждет обильно благословить тех, кто жертвует и отдает с радостью Бог прославляется через таких людей, кто доброходно жертвует Ну и в-четвертых, это 14 стих Бог ответит на молитвы за тех, кто доброходно дает В молитвах о них люди будут благодарить Бога за избыток благодати То есть за преизбыточествующую в них благодать Божия И затем в следующем стихе Павел пишет Благодарение Богу за неизреченный дар его Возлюбленные Я не могу вам передать, какое огромное количество раз Ко мне подходили люди на Среднем Востоке А также на Дальнем Востоке и в Европе И даже в Австралии и по всей нашей огромной стране И первое, что они говорили мне Знаете, я молюсь о вас И я благодарю Бога за членов вашей церкви Церкви апостолов Потому что я знаю, что без их поддержки Вы не смогли бы делать то, что делаете Послушайте, мы даже этого не осознаем Люди молятся о нас, хотя они даже нас не знают И Бог слышит их молитвы Мы молимся о вас и благодарим Бога за членов церкви апостолов Так много бедных и преследуемых верующих по всему миру Благословлены нашим служением Служением этой церкви Многие служения в этом городе И также за пределами нашей страны Около 30 таких служений получают от нас поддержку И тем самым получают уверенность и силу двигаться вперед И поэтому не говорите мне, что Бог не отвечает на наши молитвы Он обещал, и на основании его обетований Он ответит на наши молитвы Если вы когда-либо рассуждали так Что может нищий, верующий из бедной страны Сделать для меня, для богатого американца Послушайте меня Их молитвы о вас, их благодарность Богу за вас Их благодарение Богу Их одатайство о вас Настолько бесчисленные Что их просто невозможно сосчитать Вы даже не подозреваете Что бы с вами было Вы не знаете, сколько раз Бог избавлял вас И благословлял вас Благодаря их молитвам А вы и не подозревали Некоторые из вас сегодня впервые Принимают этот вызов из Слова Божьего Я призываю вас Сделать шаг веры И ухватиться за Божие обетование За Божие Слово Я прошу вас Сделать первый шаг И начать верить Богу, что Он даст все необходимое И как Он защищал и благословлял вас в прошлом Так же Он благословит вас сегодня и в будущем Сделайте шаг, чтобы стать доброходно дающим Это мой призыв к каждому из вас сегодня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok